Валерий Вячеславович Крылов Здравствуйте. Вы у нас первый раз гость в студии, поэтому обо всем по порядку поговорим. Медицина это одна из важнейших профессий, а тем более когда речь идет о скорой помощи, ведь часто речь идет о спасении жизни людей. И поэтому скажите пожалуйста, 12 округ медицинский, что это такое? Потому что изменения совсем недавние произошли. Расскажите об этом. Ну первый этап объединения округа было 8 февраля 2016 года, когда объединились три самостоятельных станции, это Видновская, Домодедовская и Ступинская станции. Теперь Домодедовская и Ступинская, они считаются подстанцией, видна главная станция. А второй этап это было освобождение отделений скорой помощи Кашира, Озер и Серебряные пруды. И с 1 декабря они также теперь вошли в состав скорой помощи города Видное. Вы считаете в этом есть какая-то оптимизация рабочего процесса вообще? Ну да, оптимизация есть, здесь и экономически немножко выгодно, и здесь больше для населения в каком плане, которые проживают, люди, которые у нас проживают в приграничных районах. Ну по нашему району, к примеру, это взять, допустим, деревни Горки и село Ям. Если бригада находится рядышком, то она направляется ближайшей бригадой к этому вызову. Угу. Наши корреспонденты не так давно перед Новым годом снимали сюжет на эту тему. Сейчас мы его обязательно посмотрим. А я хочу напомнить нашим телезрителям, что вы можете задавать свои вопросы по телефонам, которые вы видите на экране. 541-25-25 и 541-25-40. А сейчас обещанный сюжет. Доброе утро. Это Видное, центр мониторинга. Какая обстановка у вас там сейчас? Хорошо. Значит, по поводу ДТП данные по пострадавшему имеются? Нет, еще бригады не вернулись, да? С недавних пор сфера деятельности заместителя главного врача Видновской скорой помощи увеличилась. 1 декабря на базе нашей станции был создан центр мониторинга, который отвечает за службы скорой помощи всего 12-го медицинского округа. А это 6 муниципалитетов. Домодедово, Каширо, Озеры, Ступино, Серебряные пруды и, конечно, Ленинский район. Контроль более тотальный. И за бригадами я могу отследить, какое время нахождение на вызове, какое время доезда. Соответственно, этому я могу каким-либо образом перенаправить бригады, даже, например, с соседних округов. Что значительно сократило время прибытия бригад скорой помощи к пациенту. Теперь, в случае, если, например, жителю Ступино понадобились услуги врача, а на территории его района нет свободных машин, помощь может приехать даже из Ленинского района. После слияния в распоряжении более чем 520 жителей округа стало 48 бригад неотложки. Единственное, в чем до сих пор остается загвоздка – нехватка кадров. Но эту проблему главы муниципалитетов пытаются решать. Нагрузка, вы знаете, какая на врачебный персонал и на фельдшерский в том числе персонал. Поэтому достаточно сложно привлечь медиков на работу именно на это самое сложное, я считаю, на сегодняшний день направление в здравоохранение. Но, тем не менее, работа продолжается. У вас активно очень на территории Видного взаимодействует с нами глава, выделяют квартиры для медицинских работников. Самое большое количество квартир, которые в округе, выделено это на территории Ленинского района. Создать службу скорой медицинской помощи в Видном было решено не случайно. Наша станция располагает с достаточным количеством транспорта, высоко квалифицированным персоналом, а самое главное возглавляет грамотный человек, который, по мнению вышестоящего руководства, способен хорошо организовать эту работу. Все под контролем, все смотрится, все люди работают, все люди приняты к нам в штат, проблем нет никаких. Все отлажено, взаимодействие полностью достигнуто. Работа кипит днем и ночью. Ночью, кстати, еще сильнее. Но зато теперь для каждого жителя 12 округа долгожданная помощь станет не такой уж и долгой. Юлия Погосян, Данил Свидерский, Елена Кошлева, Видное ТВ. Валерий Вячеславович, вот скажите, несмотря на это объединение, ничего не изменилось? Вызвать скорую так же просто, по тем же самым телефонам? Да, по 112, по 103 или же по городскому, если с городского, то 0,3 еще срабатывает все это. Сейчас с системой 112 все больше и больше вызовов приходит по 112. То есть люди уже поняли, что по 112 проще по любым причинам звонить и с вами свяжутся? Ну, проще дозвонить, потому что на телефон бывает занятая линия. Расскажите о материальной базе скорой помощи. Сколько у нас машин, сколько бригад? Ну, в конце 2015-го, в начале 2016-го года обновился полностью автопарк по программе губернатора. Сейчас по нормативу у нас в районе прописано 112 419 человек. И, соответственно, одна бригада на 10 тысяч населения. В районе сейчас 11 бригад. Но есть ощущение, что народу все-таки больше живет и не справляется с таким потоком населения? Да, в этом есть проблема. Реально сейчас у нас в районе живет порядка 300 тысяч. Поэтому скорая работает с большей нагрузкой. А в наших бригадах существуют только обычные машины скорой помощи или еще реанимобили? Нет, присутствуют машины класса B, реанимобили относятся к классу C. Но по оснащению они почти ничем не уступают. То есть вообще нет никаких отличий? Ну, небольшие, незначительные. Может быть, какие-то специальные есть приспособления, аппараты? Нет, все в этих машинах есть. То есть все зависит только от персонала, от людей, которые умеют или не умеют этим пользоваться? Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, какие жалобы поступают чаще всего от населения? Жалобы на здоровье, естественно. Поводы к вызову? Поводы к вызову, да. Ну, сейчас была эпидемия, конечно, сейчас была в основном температура. Температура гипертонии, повышение артериального давления. Но, конечно, есть и экстренные вызовы. Но это все-таки, наверное, какое-то сезонное заболевание. Допустим, эпидемия гриппа, когда прошла. И вызовы, связанные с этим, часто бывают? Да, конечно. Потому что сейчас вот в сезон эпидемии, скорую помощь на температуру действительно нужно было подождать. Потому что сначала обслуживались экстренные вызовы. Где действительно цена жизни рассчитывается на минуты. А если поступают жалобы, допустим, к вам, как к руководителю, на долгое ожидание машины скорой помощи? Ну, эти жалобы рассматриваются. Если они действительно актуальны, там разбираются, если срочный вызов и долгое ожидание, смотрится почему, как полностью идет разбор. Но частенько жалобы все идут при повышении температуры. Почему мы ждем так долго скорую? Повышение температуры не является экстренным вызовом. И здесь надо, конечно, больше обращаться к участковым врачам. А с чем могут быть связаны задержки по времени? Сколько вообще норматив доехать до места? На экстренный вызов норматив 20 минут. На неотложные до двух часов. А с чем связана бывает задержка? Ну, если все бригады на вызове, то даже если поступает экстренный вызов, допустим, ДТП, тогда звоните на ближайший вызов, где находится бригада, даже приходится снимать бригаду с вызова. А какие-то профилактические работы, может быть, делаются, чтобы сокращать это время? И что вообще можно было бы сделать, если даже нет возможности сократить? Ну, чисто гипотетически. Ну, чисто гипотетически, конечно, хочется обратиться к автолюбителям. Когда едет все-таки машина скорой помощи с маяками и сиреной, то просьба, конечно, пропускать. Что не всегда это бывает. И в наших дворах. Порой машина вообще не может развернуться. Все заставлено так, что с планировкой строительства. И по этому поводу тоже хотелось бы сказать, что в новых микрорайонах очень часто вызывают, но нету домофона. И бригада стоит под дверью, очень долго ждет, когда кто-нибудь войдет или выйдет. Потому что сами, кому вызывали, порой не могут спуститься и встретить скорую. Поэтому просьба, конечно, обратить жителям на это внимание. А также для упрощения, наверное, работы скорой помощи, жители, когда звонят, обращаются, и им необходим вызов. Что они должны сообщить диспетчеру? Сообщить фамилии, имя, отчество, возраст, номер дома, подъезда, этаж, телефон контактный обязательно. Потому что порой приходится даже в бригаде связываться, кому вызывали, поэтому телефон обязательно может. Бывает так, что эти телефоны тоже называют неверные. Вот бригада подъехала, подъезд войти не может, звоним, а телефон не тот совершенно. А в каких вообще случаях нужно, необходимо вызывать скорую помощь? Ну, понятно, здесь скорую помощь вызывается, когда человеку плохо. Когда хорошо ее никто не вызывает. Ну, само собой. Ну, по экстренным случаям, это боли в сердце, отдышка, допустим, обострение бронхиальной, астма, травма, отравление, ожоги, дороже транспортное происшествие, поездная травма, падение с высоты. Самые экстренные случаи. В неотложных случаях, повышение температуры, допустим, это взрослый человек, тут, конечно, надо сначала самим принимать меры, а не вызывать скорую помощь. Потому что на таких случаях бригады отвлекаются и действительно могут не доехать, кому надо. Допустим, принять те же жаропонижающие лекарства, подождать тень-час, если температура снизится, значит, потом обращаться к участковому врачу. Потому что скорая помощь лечение не назначает. Мы оказываем только экстренную помощь. А может ли врач скорой помощи дать совет какой-то по телефону? Допустим, какое лекарство принять? Врач может дать совет, но если это что-то хроническое заболевание, пациент принимает постоянное лекарство, и тут произошло какое-то обострение. В этом случае да. Но так как порой доктор больного не видит, и назначать лечение за глаза – это совершенно неправильно. Малик Шпировский. То есть не бывает такого, что человек звонит, допустим, близкий человек пострадавшего или больного человека, описывает его состояние, и врач по телефону какие-то советы дает? Да, может дать. А как тогда? Что необходимо конкретно описывать в таких случаях? Симптоматику, чем лечился, чем болеет вообще. Ну, так что тут много, опять же, сопутствующих заболеваний, поэтому более точно и детально здесь сказать абсолютно нельзя. С этими пациентами должны лучше работать врачи поликлиник, амбулаторий. А в каких случаях скорая может отказаться от уезда? Есть такое? Ну, отказываться мы не имеем права. Мы должны, в принципе, принимать. Но есть состояния, допустим, которые можно решить самостоятельно. Или прибыть в приемное отделение, если, допустим, там нужен рентген, там какой-то, что-то там такое, сдать анализы. Опять же, совершенно считаю недопустимо повод к вызову, когда говорят, ну, вы приехайте, послушайте, приехайте, посмотрите. Это совершенно не для скорой помощи. Послушайте, посмотрите, и это, пожалуйста, к терапевту. То есть, если человек сам в состоянии дойти до поликлиники, до врача... Если ему в этот момент не нужна экстренная помощь. Если он самостоятельно чувствует себя удовлетворительно, состояние стабильное, то да. Тогда, исходя из этого, объясните, что такое непрофильный вызов? Или, может быть, ложный вызов? Это одно и то же или нет? Ну, почти. Но ложный вызов, это очень часто бывает, что приезжаем, не открыли дверь, не найдено на месте. Но не найдено на месте, это больше подходит к людям, которые вот на улице упал в алкогольном опьянении, мы приезжаем, он уже переместился в другое место. Бывает очень часто, что вызывают к нему уже на соседнюю улицу. Мы ездим по городу ищем. На это тоже уходит время. А часто вообще случается так, что люди проявляют какое-то сочувствие, когда видят, назовем вещи своими именами, бомжа на улице, например, когда в холодное время года он замерзает? Нет, это обязательно. Это однозначно. Люди не должны замерзать. Мы таких отвозим в больницу, в приемное отделение, потому что тут действительно это угроза жизни. Это неважно, кто бомж, не бомж. И опять же, милосердие это хорошо, потому что с человеком, допустим, на улице может случиться все, что угодно. Но в этом плане тогда просьба подойти, спросить, узнать. А то часто бывает, я на 12 этаже, вон вижу, что там кто-то что-то. Ну это тоже недопустимо. Видите, спуститесь, посмотрите. Если человек находится в таком состоянии, как мы сказали, на улице, но у него нет документов. Неважно. Здесь нам документы не нужны. Мы поговорили про новые районы, что там очень большое количество людей проживает. Что делать им, какой совет дадите, чтобы увеличить официальную цифру населения в районе? Регистрироваться. Потому что у нас идет подушевое финансирование, и поэтому отсюда идет количество бригад и расчет всего. Ну, допустим, люди зарегистрировались, и через сколько времени вы сможете получить дополнительное место? Ну, это, не знаю, это через страховые компании, когда они сколько-то что дадут. Не так давно была информация о новой подстанции в Восточном Бутово. Что слышно сейчас об этом? Лично спрашивал у застройщика Мортон, будет ли там подстанция. Там планировались подстанции на 8 бригад. На что получил конкретный отказ. Подстанции там не будет. И вот это население, что там планируется 37 тысяч, я с трудом себе представляю, как будем выходить из этой ситуации. А они как-то объяснили свою позицию? Нет. Понятно. Вот вы уже возглавляете скорую помощь довольно долгое время. Скажите, с какого года? С 2002-го. То есть уже 15 лет. Достаточно большой период. И за это время как-то изменилось, с вашей точки зрения, отношение к работе скорой помощи у населения? Да нет, оно примерно одинаковое. Единственное, конечно, изменилась материальная база. Машины более лучше стали, оборудование в машинах. Это, конечно, в лучшую сторону меняется. И такой вопрос, как смертность, количество недоехавших до больницы людей, оно сокращается? Нет, оно приостается с года примерно на одном и том же стабильном уровне. Здесь можно еще с чем связать. Бывает, что когда нужна скорая, ее сами они очень долго не вызывают. Или приезжаем, с первого раза отказываются ехать на госпитализацию, вызывают повторно, время уходит упущено. Здесь, конечно, результаты могут быть разные. А если, допустим, бригада приехала, и врач настаивает на госпитализации, а больной отказывается от нее, что в таких случаях? Он должен какой-то подписательный? Да, обязательно. Должен поставить подпись об отказе от госпитализации. Но в зависимости от того, еще какой диагноз, тут тогда уже бригада скорой помощи смотрит, может быть, через час-через полтора делает активный вызов, проконтролирует как самочувствие. Или же бригада или диспетчер, опять же, отзванивает и спрашивает, не ухудшилось ли состояние. А много вообще таких случаев бывает, когда люди действительно отказываются? Достаточно. А с чем это связано? Казалось бы, если тебе плохо... С менталитетом каждого, с характером каждого человека. Вообще это странно, если тебе плохо, нужно лечиться. Сейчас прошло, через пять минут уже ничего не болит, значит, я здоров и больше ничего мне не надо. А с прогнозом дальше людям стараются, бригада объясняет, конечно, зачем это может быть закончится, но кто как понимает. Жалобы населения по поводу того, что скорая долго едет, во многом связаны из-за недостаточной информации, мне кажется. Потому что, объясните, что такое неотложная помощь, что такое скорая помощь, в чем отличие? Неотложная помощь, это... Бригада должна быть из поликлиники, там или участковый терапевт, или тот же фельдшер выезжает. Вот. Поводы к неотложным вызовам относятся. Повышение температуры, повышение давления. Это не критичны, так скажем, для здоровья. И все остальные там... Насколько я знаю, в Москве есть такие бригады. В Москве есть круглосуточные, да, неотложные. К сожалению, у нас пока в районе ее нет. Сейчас она работает только в часы работы поликлиники. Но не предвидится какой-то круглосуточный тоже? К сожалению, кадровый голод. Ясно. Ну, в таком случае, наверное, из-за недостатка врачей, больным тоже нужно знать какие-то азы первой медицинской помощи. Есть ли какие-то, может быть, курсы для них? Ну, я понимаю, что это, наверное, не прямо к вам вопрос, а просто к здравоохранению. Ну, у нас есть школы диабета, школы гипертонии, которые при поликлинике ведутся. Вот. Я думаю, это вполне хорошие вещи. А сколько людей их посещают? Не знаю. У нас разные организации, поэтому я знаю, что они существуют, что они работают. Ясно. Но вот когда человек звонит в скорую помощь и говорит, срочно приезжайте, человеку плохо, говорит ли диспетчер ему, что необходимо сделать, допустим, первую помощь оказать? Это обязательно. Даже когда вызываются подъемы температуры или давления, сначала объясняем, даже пока бригада будет ехать, сделайте тут, тут, тут. А остальные вызовы, тем более, если что-то есть, какие-то лекарства дома. Диспетчер спрашивает, что дома есть домашние аптечки и советует, что принять. Я просто к чему говорю? Допустим, если кровотечение сильное, диспетчер скажет наложить жгут, а есть же венозные кровотечения, артериальные. Скажет, где наложить жгут в зависимости от этого. Но обычно, когда бригада приезжает, кто рядом есть, окружающие, они уже сами, даже без спросов, накладывают, повязки накладывают. Если вызов не экстренный, то что должен врач первым делом сделать на месте, когда приезжает? В смысле? Ну, померить давление, может быть, там еще что-то. Нет, ну это осмотр, это в стандарт входит. Что входит в этот осмотр, собственно? Все входит. И давление, и температура. Если боль в животе, живот посмотреть, послушать грудную. Но это стандарт обычный, там просто много разговаривать. Наверное, тогда у каждого врача есть необходимый набор каких-то инструментов, приборов, там для измерения КГ, или что-то вот такое? Да, кардиограф, глюкометр, тонометр, все это присутствует, все это есть на бригаде. И сахар померяем все. А случались ли на выездах какие-то конфликтные ситуации? Бывали. Кто в таких случаях? Вызываем милицию. Потому что пьяные компании бывают, агрессивные животные, те же собаки, тоже бывают, нам нападают. Мы тоже просим, если есть собаки, чтобы убрали в квартиру в соседнюю комнату или закрыли где-нибудь. А ведется ли в дальнейшем потом какая-то разъяснительная работа с вызывающими, и в то же время профилактическая работа с вашими сотрудниками, если вдруг они превысили свои полномочия? Ну, наши сотрудники, они не превышают своих полномочий. А с вызывающими, ну, это и на их не совести. Много лет скорая помощь базировалась на Гаевской улице, в здании бывшей детской поликлиники? Нет. Сначала мы базировались с 1986 года в одном из зданий с инфекционным взрослым отделением на Новый дом 2, Труппе. Потом, в 2002 году мы переехали на Гаевского. И с 2002 по 2014 находились на Гаевского. Но так как здание принадлежало к уксогазовому заводу, там была арендная плата, довольно-таки высокая. Вот администрация, конечно, помогала ее платить. Но когда получили здание, ну, решили, пока строительство все равно не планировалось, ну, переехать. Действительно, там лучше. Ну, вот сейчас, да, после переезда, какие вот условия изменились? Что вы чувствуете на новом месте? Как работается? Для бригад условия улучшились, нахождение, те же комнаты отдыха. Правда, некогда там отдыхать. Для всех остальных служб помещений появились. Там реально больше места. Больше. Существует ли у вас на станции скорой помощи некий обмен опытом, когда врачи уже заслуженные, какие-то, вот, много лет кто работает, передают свои знания молодым, только что пришедшим из институтов врачам? Даже врач, пришедший только что с института, все равно он один не ездит. Его там хотя бы на месяц ставят в бригаду, чтобы посмотреть, показать, где, чего, как. А как вообще стать врачом скорой помощи? Что нужно сделать начинающему медику-студенту, который в планах у него такое будущее? Ну, после окончания института пройти интернатуру или ординатуру по скорой, вот и все. Но это сложно? Чем отличается вообще профессия врача скорой помощи от профессии врача в больнице? Ну, здесь врача в больнице тоже там много направлений, и каждый на своем месте. Но единственное, в больнице что проще? У них есть лаборатория, у них есть рентген. Есть смежные специалисты. На скорой помощи, понятно, ничего нет, он, бригада, все в одном лице. Должна поставить диагноз и оказать экстренную помощь. Может быть, немножко некорректный вопрос, но на ваш взгляд, профессия врача скорой помощи, она более трудная? Ну, потому что она более оперативная в какой-то степени. И более оперативная, и еще трудная в каком плане. В больнице доктор находится все-таки в тепле. А здесь дождь, мороз, грязь, снег, дорожно-транспортные происшествия, кровь. Здесь, конечно, своя специфика. Ну, и понятное дело, что нужны, конечно, крепкие нервы тоже. Потому что такие условия по-разному влияют, конечно, на людей. Расскажите о типичной смене врача скорой помощи. Вот что входит в его рабочий день? Сколько он длится? И сколько часов вообще в неделю они должны выработать? Ну, часов в неделю нет. Там в каждом месяце свое количество определенных рабочих часов. Но в среднем, если на полторы ставки, сутки двое. На ставку с четвертью. Сутки двое, там, с одним прогрелом. На ставку семь-восемь дежурства, в 80 месяцев. На 24 рабочий день. С девяти утра до девяти утра. А как он проходит? Наверное, какая-то оперативка там тоже у вас есть? Да, обязательно. Без 15.9 проводится оперативное совещание. С двумя сменами. Ведется разбор пациентов, больных. Сложных, если что-то было. А если были жалобы, значит, жалобы разбираются. Существуют ли помимо обычной работы ежедневной, какие-то специальные дежурства скорой помощи? Например, во время массовых мероприятий? Да, бывают. Так же, как и на новогоднюю ночь бригада стояла. Ну, кинотеатры «Искры». Ну, сопровождение спортивных мероприятий, связанных с травматизмом. Там и футбол, и баскетбол, гонки на выживание. Понятно, что на таких мероприятиях без скорой помощи не бойтесь. Скажите, вот вы упомянули новогодние праздники. За эти 10 дней, за эти новогодние каникулы, как-то нагрузка увеличилась? За эти дни нагрузка увеличивается обычно в разы. Но хорошо, что в этом году работала поликлиническая амбулаторная сеть. То бишь, кроме первого и седьмого, все дни работали поликлиники, которые, конечно, взяли на себя часть нагрузки. Иначе скорой помощи просто бы не выжило. И, кстати, возвращаясь к теме увеличения округа, вот этого 12-го, какая-то, наверное, система мониторинга есть, технический вопрос можете рассказать? Потому что это же гораздо большее расстояние выездов, гораздо больше площадь вы обслуживаете. Как все происходит? Ну, в принципе, как оно происходило, так и происходит. Ничего здесь кардинально не меняется. Бригады, которые в каждом муниципальном районе находились, они там так и остались. Это не значит, что я взял отсюда и погнал все бригады, к примеру, Ступино за 100 километров. Нет, конечно. Где не хватает бригад, да, там перемещаем. К нам частенько из Домодядова бригада приезжают, сюда работают у нас, когда не хватает. Потому что люди тоже болеют. И поэтому, ну, то, что присоединили у нас сейчас самая дальняя точка, это Серебряные пруды, 160 километров от нас. Там бригады, они как работали, так же работают, все на месте, никуда мы их не перетусовываем, не перекидываем. К нам начинает поступать вопрос от телезрителей. Виктор задает вопрос. Как вы считаете, нужны ли сотрудники ЧОПа на выездах скорой? Это вот, видимо, к вопросу о конфликтных ситуациях. Нет, не нужны. Когда бывает или буйное, даже не буйное, неадекватное поведение пациентов, то мы тогда выезжаем с сотрудниками милиции. Назвоним милицией, сотрудниками, или полиции выезжаем. Продолжаем. Сергей задает вопрос. Известны ли случаи отказа скорой оказать помощь без денег в нашем районе? У нас всегда скорая помощь без денег обслуживается. Ну вот почему-то задают вопрос. Может быть, это платные вызывали? Будут ли закупаться новые машины для нашей станции? Новые машины закуплены в достаточном количестве. Самые старые сейчас, они годовалые. Ну, это наш отечественный автопровод, что могу единственное сказать. Я так понимаю, что... Со соответствующими выводами. Да, новые машины, они, видимо, будут после увеличения количества бригад, о котором мы сегодня уже говорили. Это да, будут бригады, будет транспорт. А как решается проблема кадров? Вот сейчас у вас полный состав? Нет, сейчас все связано с тем, что мы находимся рядом с Москвой. Для зарплаты, конечно, больше. И сотрудники уходят туда. Даже молодые сотрудники, набравшиеся опыта, у нас идут в Москву. Вот первая волна у нас была, когда Москва тоже организовала неотложку туда, ушли сотрудники. Ну и сейчас тоже идут. Вот чуть дальше, тоже Ступину взять, там уже более стабильная ситуация. Вообще текучка кадров у вас большая? Достаточно. А для закрепления, что у нас делается? Значит, ну спасибо главе району, администрации, то, что сейчас начали давать компенсацию за съемное жилье. Допустим, сотрудник приезжает из другого региона, снимает здесь жилье, и ему там частично оно компенсируется. А квартира? И дает служебное жилье. Квартира врачам дает служебное жилье. Также губернаторская программа, социальная ипотека. Тоже все это есть. В течение дня существуют ли какие-то часы пик по вызовам, когда вот особенно часто звонят? Вы сказали, ночью увеличить. Вечернее время, когда прекращают работу поликлиники, остается только скорая. А с чем это связано, кроме поликлиник, как вы считаете? Ну, люди приходят домой с работы, смотрят, там у родственника кто-то заболел, а сами себя плохо почувствуют. Ну, вызывают. И вот еще мы тоже говорили о нагрузке в новогодние праздники. Довольно-таки скоро, уже через месяц предстоят и праздники День защитника Отечества, 8 марта. Нет, это же проходит все-таки спокойнее. Ну, несколько дней все равно. Нет, здесь самое спокойнее все-таки проходит. А какие вы советы дали бы жителям, чтобы провести эти праздники без последствий? Каверзный вопрос. Ну, кроме того случая, о котором мы все понимаем. Вести здоровый образ жизни. Так, дальше задаем вопрос от телезрителей. Хотелось бы узнать о причинах задержек скорой и одновременно высказать благодарность скорой за оперативность. Алексей Петрович задает вопрос. Как я уже объяснял, на экстренные вызыва мы стараемся выезжать как положено, оперативно. Но, извините, бывают задержки на неотложные вызыва. Конечно, мы сначала оказываем помощь экстренным больным. И в то же время, Сергей Михайлович, хочу высказать благодарность за профессионализм и чуткость. Так что... Спасибо, очень приятно, что не только нас ругаются. Вот мы, кстати, сегодня уже упоминали деньги, то, что там, да, вот вопрос был. Существуют ли платные услуги у скорой? Нет. То есть это просто существует коммерческая какая-то? Это, да, пожалуйста, в интернете, любая коммерция скорая. Если, допустим, транспортировка больного куда-нибудь по желанию, там, еще что-то. Вот такой случай описываю. Если бригада приехала на выезд, а там живут пожилые люди, допустим, одинокие, и один из них лежачий больной, его необходимо госпитализировать. Что в таком случае, кто будет нести носилки? Стараемся подключить соседей. А если соседей нет? Потому что здесь, среди ночи, бывают очень сложные ситуации, потому что, допустим, в бригаде находится одна молодая девушка и водитель, которые тоже реально не смогут это сделать. Тогда помощь соседей здесь очень кстати. То есть, если даже они захотят, то... Ну, тут на совести каждого человека, в принципе. Если соседи обращаются, то почему не помочь? Многих интересует также, может ли скорая помощь выписать больничный лист? Нет. Это не входит в функции ни справки, ни больничный лист, и скорая помощь не выписывают. Это первый вопрос, кстати, если на Яндексе написать, ну, насчет скорой. Нет, не выписывается. Что в таких случаях делать? Человек заболел... Участковому врачу. И потом просто... Да. В очереди. Мы уже сегодня упоминали вопросы на дорогах. Вот вы сказали, что не уступает часто скорой. Что делать с такими водителями? Какие меры необходимо принимать, на ваш взгляд? И вообще о ситуации на дорогах. Ну, это уже обсуждается, по-моему, и по телевидению, и... В общественной палате Российской Федерации. Да, да. В декабре. Там они хотят сейчас принять штрафы, там увеличить. Вот единственное, что у нас еще, конечно, сейчас по зиме, так же много времени тратится, вот, в зависимости от погодных условий. Допустим, дороги, даже если они убираются, все равно на них сильно не разгонишься, потому что тут безопасность бригады. Они реально все-таки скользко. Вот я сказал, в общественной палате рассматривают вопрос о снятии материальной ответственности с водителей скорой помощи, вообще сотрудников скорой помощи, если они будут, так скажем, таранить машины, которые припаркованы во дворе очень плотно и не дают проезд скорой. Здесь даже, может быть, не специально они таранить, они порой ставят машину так, что действительно не проедешь. Едешь и цепляешься. При всем желании машина скорой помощи не сузится. Да, прошел тут у нас не очень приятный случай. Было ДТП с бригадой скорой помощи. Слава богу, бригада не пострадала, но машина на специально. То есть серьезное ДТП было? Это как раз по скользким дорогам, когда был снегопад недавно. На нас просто вынесло кроссовер. Скажите, пожалуйста, а вы смотрите телевизор, а точнее сериалы медицинские? От случая к случаю. Да, то есть вам не хватает на работе всех этих приключений? На работе столько приключений, что ни в одном сериале не опишешься. Вот просто тут вопрос задает Людмила, спрашивает. Сейчас показывают сериал с Клифосовской. Правда ли там отражена, отражена ли там правда и все ли соответствует истине? Ну там, конечно, замыслы режиссера свои-то есть, но правда там тоже присутствует. А какой ваш любимый фильм или сериал на медицинскую тему? Не задавался этим вопросом, не задумывался. Потому что когда в свое время я работал так же на линии, всего этого хватало экстремно. Ну вот еще вернемся тоже к вопросу. Как будет осуществляться выезд к гражданину, если он вызвал скорую помощь, но у него нет в наличии медицинского полиса? Ну не то, что даже в наличии у него по какой-то причине его в принципе нет. Приезжаем, оказываем помощь, даже если нужна госпитализация, предлагаем госпитализацию. Такие пациенты у нас не теряются, они не отказываются, в вызовах им никто не отказывает, если нет. А какие могут быть вообще выездные бригады? У них есть какие-то направления? Фельдшерская и врачебная. А чем они отличаются? Ну фельдшерская, там чисто фельдшера и врачебная, это с врачом. А вот допустим, если там нужно роды принять? Не вопрос. Это может любая бригада. Любая? Да. В принципе, помощь должна оказываться, не взирая на какая бригада приехала, она должна оказаться в полном объеме. Вот и все. Так. Ну, наверное, хочется еще узнать, чтобы вы сами хотели изменить в своей работе, то есть какие-то изменения получить. Что бы вам хотелось? Я имею в виду, чтобы изменилась работа к лучшему, самой скорой помощи. Сотрудников побольше. Ну, мы сегодня уже объяснили, каким путем это сделать. Стараемся, стараемся, но пока... И вы можете еще раз обратиться к телезрителям с своим предложением насчет этого. Сейчас, прямо в прямом эфире у вас есть возможность. Если у кого-то есть сертификаты желаний, приходите, пожалуйста, к нам работать. И прописывайтесь в новых районах. Совершенно верно. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня на эфир. Мы обсудили много вопросов. И хочется пожелать, чтобы работы у вас было все-таки поменьше, вызовов поменьше. Соответственно, население, чтобы было... Более здоровое. Более здоровое. Приходите к нам еще. Спасибо за встречу. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok